Сельскохозяйственная академия, чтобы обсудить вопросы, актуальный вопрос развития сельского хозяйства нашей Нижегородской области, у нас сегодня целый набор очень важных здесь мероприятий, событий. Первое событие мы открыли инновационный центр, совместный центр с Республикой Беларусь. Я считаю, это очень важное, очень правильное направление, потому что сегодня разработчики техники, разработчики технологий, а Беларусь для нас является важнейшим партнером не только в рамках союзного государства, не только в рамках исторических связей, культурных, народно-хозяйственных связей, но важнейший партнер из точки зрения еще при советской власти, это был регион, который производил очень широкий спектр сельхозтехники. И до сих пор сохранил свое предназначение, развивается, наверное, сегодня есть еще куда развиваться, наверное, техника это еще не до конца совершенная, но тем не менее мы видим это движение. Техника востребована на наших предприятиях, техника, технология, потому что она, может быть, наступая по параметрам, по определенным техническим, технологическим параметрам наступает другим образцам зарубежной техники, но тем не менее она с точки зрения цены, качества продукции вполне конкурентоспособная, потому что сегодня техника дальнего зарубежья, она, конечно же, чрезвычайно дорогая, чрезвычайно. Конечно, эффективная, конечно, технологии очень серьезно продвинули. Сегодня сельское хозяйство в таком идеальном варианте, это, конечно же, очень высокотехнологически оснащенное предприятие. Сегодня у нас немало в Нижегородской области предприятий, которые оснащены уже на самом современном уровне науки и технологий. В этих предприятиях вы бываете, бывает и профессорский, преподавательский состав нашей академии. И я думаю, что мы в дальнейшем, и не просто в дальнейшем, а в сегодняшней жизни, должны, конечно же, ориентироваться, когда говорим о необходимой производственной практике, об изучении новых технологий, работе на новых высокопроизводительной технике, оборудовании. Конечно, мы будем, наверное, вырабатывать совместную структуру, взаимосвязи. Академия, Министерство сельского хозяйства, в целом правительство Нижегородского области. Мы, конечно же, должны были вырабатывать такую систему, при которой практические занятия должны, конечно же, в первую очередь производиться там, где работают по-современному. Сегодня мы этого еще не добили, сегодня очень часто, там, где прилетят студенты, там, где есть хорошее отношение, может быть, душой-то готовы принять, но не готовы технологически, не готовы кадровые. И сегодня, конечно же, мы будем на большой встрече обсуждать эту тему. Конечно же, мы должны выйти с вами, думать, я имею в виду с руководством Академии, с преподавателями Академии, думать о том, чтобы вы учились на самой высокопроизводительной технике. И чтобы практика у вас была, конечно же, там. Ну, так в целом, если говорить, что беспокоит меня, как заместителя губернатора, как человека, который курирует отрасль сельского хозяйства, конечно же, от кадра это сегодня. Вот сколько угодно можно говорить о технологиях, я абсолютно убежден в том, что сегодня не потому, что в такой аудитории нахожусь, а просто вижу это. Там, где есть кадры, там есть развитие. Там, где есть пытливые, молодые, не очень молодые руководители, специалисты, там идет движение. Потому что мы видим у нас такое отсутствие, единообразие. Есть предприятия, сельхозпредприятия, которые получают на одной и той же земле, в одном и том же районе. Я думаю, все мы это видим. Земли одинаковые, в принципе. Но кто-то получает урожайность 30, 40 и более центнер, и рядом на соседней земле урожайность 12, 15, 18 центнер. Кто-то получает на дое, значит, дает по 25 литров, а кто-то по 5 литров. Это наша сегодня действительность. И, как правило, это обусловлено и отсталость в агротехнологиях, и отсталость в технике, в оборудовании, отсталость в управлении, отсталость в экономике. Она, как правило, обусловлена наличием кадров. Кадров руководителей, кадров специалистов, кадров зоотехников. Поэтому, конечно же, сегодня очень важно, чтобы вы получали современные знания, чтобы вы учились современными технологиями, чтобы вы проходили практику, а я считаю, что это, может быть, главная основа вообще обучения. То есть практика, которая совместно с теми знаниями теоретическими, которые вы здесь получаете, в хорошем хозяйстве, это основа подготовки специалистов. И, конечно же, мне бы очень хотелось, чтобы каждый, кто обучается в этой академии, все-таки стремился работать на селе. Вот это важнейшая проблема, и вы об этом знаете. Сегодня это существует. Сегодня, к сожалению, многие молодые люди, которые, в общем-то, приехали из села, не все возвращаются. Что там не все? Давайте говорить откровенно. Процент недостаточный для того, чтобы даже потребности нашей Межгородской области обеспечить. Сегодня огромное количество специалистов нужно. И агрономов, и зоотехников, и экономистов, и инженеров по механизированным процессам. Все это является сегодня дефицитом. Сегодня многое изменяется в инфраструктуре села. Сегодня газификация, дороги, спортивный комплекс со строем районный и так далее. Сегодня делаем необходимую поддержку для молодых специалистов. И очень бы хотелось, чтобы... И ее надо, конечно, дальше совершенствовать и развивать. Но самое главное, любить землю. Вы пришли, наверное, не просто так, в Сельхозакадемию. Вы пришли, потому что вы любите, вы воспитаны на земле. И вот это то, что вы получили, тот багаж, который у вас есть, я уверен. Залог любых успехов, любых свершений, и ваших, в том числе, свершений, это, конечно же, очень хотеть. Надо быть петливым и очень хотеть. Сегодня приветствуются молодые люди. Сегодня они нужны. Сегодня приветствуются умы. Сегодня создаются очень неплохие условия с точки зрения заработной платы. Сегодня на Сельхозпредприятиях заработная плата, по многим специалистам значительно выше, чем в целом, по районам, даже по экономике, по промышленности. Я не хочу сказать, что это везде, но это массовое, это уже не исключение. О том, что достойны заработные платы, о том, что заключают специалистами договора по приобретению жилья и предоставляют это жилье. Предоставляют бесплатное жилье сразу же для того, чтобы пускай они не в собственности, но оплачиваемые жилье. То есть сегодня все понимают, что нужны условия, и эти условия есть. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы, я не знаю, в каком курсе вы учитесь, когда вы оканчиваете, четвертый, пятый курс, и сегодня стоят. Ну, то есть те люди, которые завтра уже должны выбирать свой жизненный путь. Я думаю, что те, кто выберет все-таки свой жизненный путь, свое предназначение работы на земле, он об этом не пожалеет. Я встречаюсь со многими людьми, в том числе с выпускниками вашей академии, и меня радует, что многие люди, кто искренне хотел работать, и сегодня он может найти работу. Сегодня не устраивает работу в одном хозяйстве, или там, где вы выросли, там, может быть, то приходите, давайте вместе, то есть четко нужно говорить, я хочу работать на себе. Вот мы вместе с министром готовы при распределении, готовы на любом этапе, наверное, не при распределении, не при окончании вашего вуза, а на любом этапе, когда желательно это заранее определили для себя, хочу работать. Надо, конечно, проходить практику, производственную практику. Уже там, где вы хотите работать. Мы и говорим же вам, что нужно ехать туда. Вы можете выбирать, мы можем предлагать. То есть различные варианты для этого есть. Самое главное – хотеть, уметь, и даже то, чему вы не доучились, то вы можете получить практики, теорию. Знаю, что многие хозяйства сегодня участвуют во многих семинарах, очень важных, российских, зарубежных, на базе научных вузов. И никто уже давно не жалеет деньги, не считает их выдержанными, потому что все понимают, только работа на современном уровне, на современных технологиях, только с учетом тех достижений в науке, которые сегодня существуют в сельскохозяйственной науке, можно строить действительно реально развитое, серьезное предприятие. Поэтому возможности для учебы, я считаю, возможности для бытовых условий. Вы знаете, сегодня развивается эта тема. То есть сегодня уже район представляет другой. Сегодня физкультурно-спортивные комплексы, которые сейчас практически в каждом районе, а в течение двух лет будут в каждом районе. Это сегодня обыденность, сегодня дисфицированная. Ну, север у нас, конечно, наиболее слабая, северная часть, я имею в виду, Нижегородской области слабо газифицированная. Сегодня газификация, сегодня хорошее жилищное строительство современное. То есть возможности есть. Поэтому я очень надеюсь, что ваше поколение, оно будет поколением очень активных, инициативных людей, которые очень много внесут в дело развития нашей Нижегородской области. Я готов ответить на ваши вопросы или записать ваши пожелания. Ранее по поиску работы вместе с министром скажут, хочу работать в нормальном хозяйстве. Министерство. Вот я не советую идти в министерство, но я точно не советую. После института надо идти работать на практику. В министерство успеете, и заместителями министров успеете стать. Но человек, который без практики, не может он эффективно управлять. Он должен иметь, конечно же, практику. Вопросы, пожалуйста. Сейчас еще вам, Алексей Иванович, министр. Если Алексей Иванович не вернет. Конечно, конечно. Нет вопросов, да? Спасибо. Окей, вы туда же, в Саняцову, вы туда же, в Саняцову, вы туда же, в Саняцову. Алексей Иванович, как преподаватель. У нас преподаватели стоят. А я так. Ну, мы, наверное, уважаемые, действительно, здесь коллеги. Потому что 4-й, 5-й курс. Ну, вы, если знаете о том, что я по профессии агроном, и мои высказывания будут именно в эту тему. В продолжение, Евгений Борисович, хочу сказать, что... Саняцову.